В правительстве Тверской области обсудили дальнейшее развитие системы скорой медицинской помощи. Одна из задач, поставленная перед региональными властями, это укрепление кадрового состава, материально-техническое обеспечение подразделения СМП, организация обратной связи с населением по вопросам работы. Тем продолжит наш корреспондент. В прошлом году в Тверской области завершился процесс централизации службы скорой медицинской помощи. В регионе работает единый диспетчерский центр. Здесь принимают вызовы со всей территории Верхней Волжья. Сейчас в структуру СМП входит 6 городских и 6 областных подстанций, 34 поста. Все бригады работают под контролем врачей и специалистов единого диспетчерского центра. Ежедневно в Тверской области работает не менее 110 экипажей скорой. В связи с нормализацией эпидемиологической обстановки у нас с вами постепенно снижается количество вызовов скорой медицинской помощи, которые были направлены на мероприятия по борьбе с ковидом. Поэтому сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы повысить существенно качество работы нашего основного института здравоохранения. Глава региона поставил несколько основных задач по этому направлению. Провести работу по укреплению кадров, материально-технического оснащения, организовать взаимодействие с жителями региона. Так, для повышения кадрового потенциала в Тверской области предусмотрены единовременные выплаты молодым специалистам в размере полутора миллионов рублей, социальные гарантии, компенсации и другие меры поддержки. Кроме того, в регионе уделяется внимание обновлению материально-технической базы и автопарка СМП. Кроме того, сейчас еще проверяется маршрутизация по основным направлениям заболеваний. Например, после поездки в Калязин была изменена маршрутизация по скорой помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям. И если раньше возили в Беженск, то теперь маршрутизация переделана на город Тверь, на областную клиническую больницу, где есть необходимое оборудование и условия лечения. Кроме того, губернатор поставил задачу Минздраву провести исследование маршрутизации людей с определенными заболеваниями. Игорь Рудене отметил, что граждане должны оказаться в учреждениях, где им окажут высокотехнологичную помощь. Глава региона поручил увеличить количество дежурных бригад скорой медицинской помощи на летний период, когда регион становится точкой притяжения дачников и туристов. Как отметил глава региона, такое сезонное увеличение бригад скорой помощи будет практиковаться ежегодно с 1 мая по 1 октября.